Всем привет! Сегодня у нас будет видео на тему Back to School. Я думаю, что многие не ждут это событие, многие еще не хотят это с этим летом, но я очень жду школу, для того, чтобы увидеть своих одноклассников. Я хочу увидеть своих одноклассников и подтянуть учебу, конечно же. Я все лето готовилась, я много читала и подтягивала себя по математике. И начинаю, пожалуй, с такой вот красивой тетради. У нее, в общем, она прикольно перелетается на отписи. Красиво это выглядит, она выполнена в мятном свете. А внутри у нее тоже очень красивая. У нее такая вот обложка, стоила на 56 рублей, покупала я его в обычном консилиарском моделине. Далее идет у нас такая вот мраморная стразь от Giammorm и из этой же коллекции L'Armone. Стоили в тетради 48 рублей. Выполнены они очень красивым пастельным. В тетради 5 рублей. Покупала я их тоже в консилиарском магазине. Далее идет безумно красивая, с выливающейся тетради. Пастель любителей тоже мрамора. С мраморными такими. Рисунком стоило 42 рубля. Покупала зажимую резинку в яме. И последняя из стразий, это вот такая вот стразь, общая 55 листов, простите, 96 листов, стоила 55 рублей. Тоже в стиле мрамора. Ну и последняя, это ежедневник в стиле мрамора и дневник прибирала к ежедневнику. Ежедневник стоил 112, а дневник 65. Далее мы с вами рассмотрим вот такой вот уже пенал, как будем сейчас с вами канцелярские принадлежности рассматривать. Это вот такой вот пенал силиконовой, с мороженком, с вот такой вот красивой надписью. Я вообще не знаю, что это написано, но очень знакомая какая-то надпись. Хочу сразу показать именно из этого пенала. Покупала я его в макет-косметике за 100 рублей по акции. Посмотрите, здесь есть минусы. Это торчащие нитки и плохо прошит сам силикон вот здесь вот. Конечно же я это подрежу, но это огромный минус для такого красивого пенала. Ну и давайте же посмотрим, что находится у него внутри. И первое, что мне попадается, это вот такой вот набор чертежных инструментов. Два предмета. Давайте же посмотрим, что же там в этом наборе. Открываем. А здесь у нас находится сам циркуль и запасной грифель. Такая не очень красивая такая вот вкладочка. И прошу заметить то, что весь этот набор поместился в мой пенал. Вот такой вот циркуль. Это по-моему Берлингл. А нет, это Artspies. Вот-вот. Artspies. Очень хорошее качество. И вот такой вот грифель. Далее, что я достаю из своего пенала. Это вот такой вот текстовый делитель от Office Space. Такая вот такая вот текстовая грифель. И пользуясь случаем, хочу вам показать еще один текст, выделить его и поставить в цвете от вот этой вот фирмы. По-моему, это фирма Luxor. Постали такой вот цвет розовый. Давайте тоже посмотрим, как он пишет. Далее, что я достану из своего пенала. Хочу в какой-то портфеле. Это будет вот такой вот транспортир от Brauberg. Brauberg. А вот с такой вот красненькой. С такими красненькими линиями. Выглядит очень официально. И не... Но у него есть свои зимы. Далее я достаю в трудаху два карандаша. Это из своего фирма, но разные рисунки. Зинкопылы, где с картосом, не а другой. Но с таким вот каким-то нарусами. И какие-то еще хорошие функи. У него есть свой бонус. И да, у него была вот здесь вот, ну, такая вот, как сказать, штрих. И когда я его сняла, здесь остался липкий слой. И минус карандашок у меня что-то огромный. Потому что вот прилипает весь мусор. Вот, точно такая же была, только наклейка. По-моему, здесь одного вот этого уже было достаточно, но нет. Здесь осталось еще немного предметов. Давайте я достану далее вот такие вот две ручки. От Берлинга. Стоили 30 с чем-то рублей. Это, по-моему, вот этот вот стоил за 20 набор. Далее вот этот вот 30 с чем-то. 36, по-моему, а этот 20. А вот сколько карандашей стоили, я не помню. Но транспортира стоила 20. А ручки стоили 30 рублей, чем, по-моему, 30 с чем-то. И, по-моему, 4. Это по человеку, у которого почерк зависит от ручки. И то, я пишу тонкими. Ну и последние две вещи, это как... Это как бы стирательная резинка и ручка-каренка. Не знаю, для чего вот этот курок. По-моему, они смотрят очень прикольно. Стоило 20 рублей, а этот пластик стоил 20 рублей. Обычный для ручки, для стирания ручки и карандаша. Это было все видео. Если тебе понравилось, то поставь пальчик вверх. И да, если кому-то интересно, посмотри на мой ручка, кто бы так вот так выглядит, отыскался с прошлого. Не забудь поставить пальчик вверх и подписаться на мой канал. Я благодарю тебя за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok